МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий. В студии Роман Ярыгин. Авария на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской. По словам женщины-водителя, молодой человек на Хонде Цивик проехал на красный сигнал светофора, то есть совершил грубейшее нарушение правил. В результате ДТП иномарку отбросило, и автомобиль врезался в фонарный столб. То, что серьезно пострадали машины, не так важно. Главное, в аварии пострадала пожилая женщина. Ее на скорой помощи увезли в больницу. Девушка за рулем в Шевроле еще долго после столкновения находилась в шоковом состоянии. Говорит, ехала по всем правилам дорожного движения и на зеленый сигнал светофора поворачивала с улицы Волгоградской на Короленко. Завершить маневр не получилось. Справа машину авторейди врезался водитель на Хонде Цивик. С той стороны, где аквария на Волгоградской, также летел вот Хонда Цивик. Ударил в бок, нас развернуло. Подушки сработали, толком ничего не понятно. Скорость была большая. В шок. В Шевроле ехали 4 человека. Несмотря на то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности, для одной из пассажиров пришлось вызвать карету скорой помощи. У пожилой женщины возникли проблемы с дыханием. Осмотрев пострадавшую, медики госпитализировали ее в больницу. Автоледи обвиняют во всем случившемся водителя Хонды. Что тут можно было нарушить, я не знаю. Тем более, скорость была маленькая. Везде был зеленый цвет. Я так поняла, что у него был красный цвет и огромная скорость. О том, насколько был сильным удар, можно судить по лампам, которые упали с фонарного столба. Благо, водитель Хонды не пострадал. В иномарке сработали все подушки безопасности. Сегодня Махитовский районный суд продлил домашний арест теперь уже бывшему сотруднику полиции. В октябре прошлого года сержант патрульно-постовой службы Разиль Каримов, находясь при исполнении, жестоко избил одного из задержанных. В результате из камеры опорного пункта мужчина попал в больницу с диагнозом перелом ребер и разрыв внутренних органов. Главным доказательством вины 29-летнего полицейского стали записи из камер слежения, установленных в опорном пункте. Подробности в репортаже Марии Молочниковой. Чего вы ждете от сегодняшнего заседания? Где? Чтоб быстрее все закончилось. Тот вечер 49-летний Радик Рафиков запомнит, кажется, на всю жизнь. В одном из ресторанов в шумной компании отметил свадьбу племянницы. После застолья возле одного из торговых центров изрядно выпившего мужчину задержали сотрудники ППС за хулиганство и доставили в опорный пункт полиции. Именно там и произошло знакомство задержанного Радика Рафикова и сержанта патрульно-постовой службы Разиля Каримова. Каримов, несмотря на то, что задержанный находится за решеткой, более никакой опасности ни для кого из присутствующих не представляет. Явно выходя за пределы своих полномочий, умаляя человеческое достоинство потерпевшего, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, выволок задержанного из камеры в коридор поста, где, унижая его человеческое достоинство как гражданина, положил последним на грязный пыл и нанес руками и ногами последним не менее пяти ударов в область живота. После выяснения отношений на какое-то время задержанный вновь вернулся в камеру, а уже оттуда его доставили в больницу с переломами, разрывом внутренних органов и последующим перитонитом. 26 декабря дело в отношении уже бывшего сержанта полиции было передано в суд. Мой доверитель проявляет гуманность. Он не хочет, чтобы обвиняемый сел за решетку. Ему достаточно, чтобы был вынесен обвинительный приговор с условным сроком наказания. Вот и все. Одно общее желание и потерпевшего, и подсудимого, чтобы весь этот кошмар просто как можно скорее закончился. Однако приговоры стороны сегодня так и не дождались. Бывшему сотруднику лишь продлили срок домашнего ареста. Точка в этом деле будет поставлена через день, в среду, 21 января. Сразу после вынесения приговора потерпевший намерен подать иск по возмещению морального вреда к Министерству внутренних дел. Жильцов целого подъезда девятиэтажного дома, расположенного на улице Мусина, пришлось эвакуировать пожарным. Причиной стало возгорание, которое произошло в подсобном помещении. Густой едкий дым быстро заполнил подъезд, и людям, чтобы выйти на улицу, потребовалась помощь спасателей. Очаг возгорания находился в кладовке, которая расположена между вторым и третьим этажами. Видимо, огонь какое-то время незаметно разгорался внутри помещения. Жильцы говорят, густой едкий дым появился словно из ниоткуда, и в считанные минуты заполнил подъезд целиком, тем самым отрезав некоторым людям путь к спасению. Я услышала, горим, горим. На кухне было. Что сделали? Ну, быстренько оделась. Куда? Что было под рукой? Хотела выйти к лифту или по лестнице, думаю, куда? Дым сплошной, ничего не видно. А оказался парень, пожарник, прямо около моей двери. Он мне одел маску и под руку меня вывел. Прямо это самое, сплошной был дым седьмого этажа. Помощь врачей все же потребовалась нескольким людям. Все они надышались дымом, но после того, как их осмотрели медики, ехать в больницу отказывались. С места происшествия госпитализировали только одну пожилую женщину. Это склад, она хозяйка, она хотела воду выливать, все туда, уехала сюда. Вот она очень испуговалась, ну, 93 года. Пожар нанес значительный ущерб. От сильного жара расплавились кобеля, а также пришел в негодность мусоропровод. Кроме того, два этажа оказались залиты водой, а стены подъезда покрыты сажей. Причина возгорания сейчас выясняется. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Дело банды синтетического лиса направлено в суд. Речь идет о Нижнекамской преступной группе, которая наладила внушительную сеть по сбыту спайсов. Материалы уголовного дела собраны более чем в полусотни томов. Обвиняемым инкриминируют не только ряд эпизодов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, но и особо тяжкое преступление – организацию преступного сообщества. По версии следствия, организовал и возглавил преступную группу 39-летний житель Нижнекамска, известный в определенных кругах под прозвищем Лис. В родном городе он сумел наладить поставку и распространение синтетических наркотиков. Причем поставил свой бизнес, что называется, с размахом. Согласно материалам уголовного дела, наркосообщество состояло из двух обособленных структурных подразделений, которыми вводили выделяющие поддельники Лисы. В преступные группы входили молодые люди в возрасте от 24 до 29 лет. Все, кроме организаторов наркосети, являлись наркопотребителями. Часть обвиняемых ранее судимых за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Из материалов уголовного дела следует, что главарь банды лично занимался приобретением и поставкой оптовых партий синтетики в Нижнекамск. К своим подчиненным Лис доверял только продажу наркотиков, при этом постоянно требуя от них расширения рынка сбыта. В основном злоумышленники торговали спайсами и амфетамином. При этом цена при розничной продаже превышала первоначальную стоимость более чем в 15 раз. В период существования преступного синдиката злоумышленники совершили десятки особо тяжких наркопреступлений. Распространяли запрещенные вещества как на территории Нижнекамского района, так и в других городах республики. К слову, по оперативным данным, в большинстве случаев наркоторговцы и их клиенты встречались в большинстве школ, детских садов и дворов. Деятельность преступного сообщества пресечена серией масштабных задержаний, проведенных сотрудниками татарстанского наркоконтроля. После серии арестов, проведенных наркополицейскими, были задержаны все участники преступной группы. В ходе обысков, кроме крупной партии синтетики, была изъята и большая сумма наличных денег, которые, как предполагают полицейские, были заработаны на торговле наркотиками. Сейчас каждому из участников преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Главарь банды может и вовсе навсегда остаться за решеткой. Еще об авариях. Нарушитель ПДД не уступил дорогу. В 5 утра авария произошла на улице Левобулач. Водитель на ладе Калини не пропустил ВАЗ-2114, который ехал по главной дороге. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные технические повреждения и снесли дорожный знак «Пешеходный переход». Удар был настолько сильным, что машина развернула на 180 градусов. При этом 14-ю отбросила прямо на тротуар. Заснул за рулем и врезался в джип. ДТП с участием пьяного водителя случилось на перекрестке Пионерско-Исибирского тракта. Водитель Лады Гранты врезался в Митсубиси Аутлендер. Как выяснилось, виновник аварии предлагал водителю джипа договориться на месте. Почему, расскажет Лейсанна Тыпова. Он на светофоре поехал, но мы правильно ехали. По правилам. По правилам, да. Он в нас вот резко прям въехал. Мы сами даже не поняли, что это такое. Эта женщина вместе с мужем на Митсубиси Аутлендер около полуночи возвращалась домой. Убедившись в безопасности движения на зеленый сигнал светофора, водитель внедорожника выехал с улицы Пионерской на Сибирский тракт. Одновременно с ним начал движение водитель Лады. Муж говорит, что он был не на скорости. Если бы он на скорости, было бы сильнее, конечно. То есть он тихо. Или, видимо, муж, говорит, Мурат, он, видимо, заснул. Но сам ехал и заснул. Так как скорость обоих автомобилей была небольшой, обошлось без жертвы серьезных технических повреждений. Я вообще никуда не ехал. Я вообще сижу здесь. Девушка, да давайте не будем, а. Чтобы уйти от ответственности, водитель Лады предпринял попытку договориться на месте. Но водитель Динамарки любезно отказался и вызвал экипаж ГАИ для составления протокола. А автомобиль горе-водителя эвакуировали на штрафстоянку. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Пятигорская фабрика «Шубовик» реализует шубы по прошлогодним ценам. Ждем вас 20 по 25 января в ДК Ленина. Метро «Авиастроительная». Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь и слово передаю Сергею Шерстневу. Далее тема. Добрый вечер, Сергей, пожалуйста. Здравствуйте. Укус тайского или вьетнамского комара может быть смертельно опасен. Что такое лихорадка ДНГ и как не стать жертвой тропической инфекции? Обсудим со специалистом прямо сейчас. Не переключайтесь. Продолжение следует.